Добрый вечер! Ну, тему сегодняшней лекции вы видите, человек знающий. И, в общем-то, я хочу вам рассказать о том, как вообще человек получает знания и как это знание его меняет. Ну и, конечно же, передо мной есть, ну, скажем так, вопрос, а как об этом рассказывать? Я обычно говорю, что мне хотелось бы сделать это как можно проще, но тут также возникает вопрос, насколько этот уровень должен быть элементарен. Сегодня молодые люди имеют склонность свои гносиологические проблемы решить в нескольких таких, ну, в общем-то, можно сказать, дежурных фразах. Одна из них такая, как мне это развидеть? Вот получил ты какое-то знание, да, но тебе так сильно мешает, что больше знать ты этого не хочешь. Ну, с разной степенью успешности они эту проблему решают или не решают. Вот, другая тема, которая тут возникает, тоже элементарная, это такое распространенное движение среди современных студентов. Оно называется «О праве не знать». Имеется в виду, что если есть какая-то серьезная дисциплина, достаточно занудная в высшем учебном заведении, ну, вот, например, та самая гносиология, наука о знании, то студенты считают, ну, зачем она мне? Ну, это просто лишняя информация, попадающая в мою голову, а голова моя не резиновая, поэтому, в общем-то, они всячески упираются этому. А если им нужно сдавать экзамен, ну, они делают вид, что что-то такое они изучили, ну, получаешь хоть сколько-нибудь там удовлетворительную оценку, и все, и забыл тут же. Вот, ну, понимаете, вот разбираться в этих, ну, скажем так, психологических трудностях современного человека тоже можно, ну, немного не моя задача, но я еще один пример могу привести. Когда на прошлой лекции я говорил о человеке общественном, я сказал, что тоже подхожу к этой теме достаточно на простом уровне, не входя в серьезные такие глубины, не погружаясь в глубины политологии и социологии. И все-таки, если бы я был честен, и именно на элементарном уровне к этому подошел бы, то тогда, в общем-то, мне бы пришлось разбираться, знаете, о том, что современные люди, вообще-то говоря, не умеют общаться. Вот настолько это элементарное общение для них затруднено, даже на уровне, чтобы сказать правильные, вежливые слова в нужный момент. Здравствуйте, спасибо, пожалуйста. Вот, но когда это касается отношений, ну, я не знаю, там, на работе, на службе, когда нужно организовать некое общение в рамках совместного проекта, вдруг выясняется, что какие-то необычайные трудности с этим связаны. Или там, я не знаю, в семье, или в обычных там отношениях с друзьями. Вот какие-то проскальзывают такие моменты, когда вот именно неспособность к общению. Почему? Ну, потому что социальные сети нас испортили, потому что мы замкнуты, потому что мало опыта, потому что никто не научил, никто не подсказал. Но я, понимаете, я не могу этому учить, потому что у меня задача другая. Я вообще-то говорю про теорию, а не про практику. Вот, и даже когда я говорю, что у меня уровень элементарный, но все-таки не уровень детского сада, когда детишек надо научить, как вот эти «здрасте, спасибо, пожалуйста» говорить. Вот, тем не менее, проблема остается, и я, в общем-то говоря, серьезно о человеке, знающем, я время от времени попытаюсь как бы снизить этот пафос и в самое что ни на есть простоту элементарности и глубину заглянуть. Итак, начнем. Знания, вообще говоря, необычайно важны в нашей жизни, потому что они дают практическую пользу, а кроме того, их получать приятно. Это удовольствие, что-то такое узнавать. Вот ты не знал, и вдруг узнал, как это прекрасно. И вообще говоря, это знали древние, это знали греки, и даже Аристотель в своей знаменитой, ну, вот то, что называется у Аристотеля метафизика, первая фраза звучит таким образом. «Все люди от природы стремятся к знанию, доказательство тому влечение к чувственным восприятиям». Вот такая торжественная просто фраза, которая располагает нас к тому, чтобы броситься в библиотеки, читать книги и смотреть фильмы, разговаривать с другими людьми и узнавать, узнавать, узнавать. Но прежде чем мы пришли в современном мире к такому, в общем, комфортному состоянию и возможности получать знания бесконечно и с тем самым удовольствием, прошло довольно много времени. Для этого должны были появиться какие-то очень интересные люди, и в разных эпохах они должны были произнести очень важные вещи. Вот начать я хотел бы с тех самых древних греков, без них никак сегодня нам не обойтись. Дело в том, что они когда-то поняли разницу между двумя типами знания. Или даже, если сказать это проще, в древнегреческом языке было два слова, они звучали как миф и логос. И в принципе, значение их было одно и то же. Это слово. Но это разные слова, принципиально разные способы высказывания и отношение к действительности. Так вот, под мифом обычно и мы понимаем, и древние греки понимали, это некий рассказ о богах, о героях. И они прекрасно это знали, владели этой темой, и даже многие знали наизусть, скажем, там, Гомера. Ну, как бы, понимая это как некоторые предания, или даже вымысел, потому что, ну, обычно, в общем-то, какая-то доля сомнения в том, что вот данный герой именно так поступил, она все-таки есть. А вот миф, это, понимаете, это не просто сказка, это не просто некоторое вымышленное повествование, в общем-то, даже тоже такое упрощенное, понятное там даже ребенку. Дело в том, что это знание для всех. Вот древнегреческая культура была так устроена, что было определенное повествование, которое было известно всем, и это всех друг с другом сближало. Для того, чтобы принадлежать этому сообществу, ты должен был знать большинство тех событий, явлений, описаний, характеристик, характеров, всего-всего, что там в этих мифах было. И греки знали, и поэтому они были единой общностью. Это очень сильно сближало их. И знаете, в общем-то, с тех пор много раз в истории человечества вот такая особенность проявлялась, некоторое общее коллективное повествование. А логос – это совсем другое. Логос – это слово, которое нужно понимать, нужно отдавать себе отчет о его означении, о том, каким образом оно соотносится с этой действительностью. И если в мифе по отношению к слову ты мог отдать, передать свое право сомневаться, ты говорил, все так говорят, и я тоже так говорю и считаю. Вот логос, он не терпит этого. Если тебе доступны некоторые знания, в общем-то, ты сам за него отвечаешь. Впервые по отношению, вот в том смысле, как мы употребляем сегодня это слово логос, его употребил Гераклит, и сделал он это таким образом, что он описал логос как нечто такое, что упорядочивает, оформляет бытие и сознание. То есть это некоторая сила, которая обладает вот этой возможностью упорядочить все вокруг. И греки, которые познали вот эту разницу, на них это оказало огромное влияние, потому что, в принципе, таким образом они открыли философию, любовь к мудрости и возможность мышления понятийного, понятийного, основанного, к тому же, еще на логике. Вот это можно было бы сделать только тем словом, которое у них называлось логос. И вот эта разница, которая ими была осознана и как бы вот эта ступень была пройдена, это привело к принципиально другому отношению к миру. То есть появилось такое знание, которого раньше не было. Вот. И я говорю об этом в самом начале своего рассказа так подробно, потому что я хочу подчеркнуть, это был лишь первый такой этап, первая такая ступень, которую прошло человечество. А потом в нашей истории были неоднократно такие события, которые коренным образом просто принципиально меняли наше представление о том, что такое знание и каким образом оно соотносится с действительностью и каким образом оно может быть подтверждено или опровергнуто. вот таких ключевых, ну, по-научному это нужно было бы назвать гоносиологических революций, было несколько, и я, в общем-то, про все из них ну, хоть как-нибудь скажу. От греков мы еще не уйдем, потому что придется несколько важных вещей про них сказать. Греки также осознали такую важнейшую вещь, как относительность знания. И было это понято философами, которые называли себя софистами. Вообще говоря, слово софист происходит не непосредственно от слова софия, мудрость, а от несколько другого образования от этого, от софии. Это звучит как софистас, то есть софистас, значит, мудрец, а вот софизма это значит уловка, ухищрение, выдумка или головоломка. В современном русском языке или там в философском языке есть слово софизм, которое означает такое логическое построение, которое само по себе либо неправильное, либо является некоторой уловкой, манипуляцией. Так вот, софисты, мало того, что они были просто философами, они использовали свои умения, свой дар красноречия и свою возможность к размышлению, они использовали для того, чтобы преподавать, например, риторику, красноречие, а также они выступали в судах для того, чтобы защищать людей, осужденных по какому-то делу. То есть, в принципе, они были преподавателями и адвокатами, так это можно сказать по-современному. Но понятно, что их софизмы это были такие особые логические или речевые приемы, которые были признаны для того, чтобы доказать все, что угодно. Например, что черное является белым. И делали они это весьма и весьма успешно. Значит, я вам расскажу сейчас про одну историю, которую нам поведал Платон в одном из своих диалогов. Он называется «Ефтидем». И это диалог ранний платоновский. Они называются сократовскими, потому что там обычно участвует Сократ. В этой истории Сократ тоже участвует, но он, как ни странно, молчит и слушает двух учеников, это картина Пьетра Делла Веки. Она называется «Сократ и два ученика». Написана в XVII веке. Понятное дело, что, наверное, не очень привычным образом нам изображает, каким он Сократ должен быть. Но, тем не менее, в этой истории, в диалоге Платона Сократ именно присутствует в разговоре двух софистов, и один пытается другому доказать нечто, что, на наш взгляд, довольно было бы неестественно. А вот один к другому обращается и спрашивает, вот ты, когда учишься, ты узнаешь то, что ты не знаешь, или то, что ты уже знаешь? Другой отвечает, ну, конечно, я узнаю то, что я не знаю, иначе зачем мне было бы учиться? Тогда первый раз спрашивает, ну, вот ты понимаешь, что, когда ты читаешь или слушаешь речь, ты узнаешь буквы, ну, или, можем мы уточнить, или звуки, да, поскольку тут речь идет, то есть разговор идет о письменной форме познания, да, то первый софист его спрашивает про буквы, он говорит, ты знаешь все буквы? Он говорит, конечно, я знаю все буквы, ну, какую бы форму это письмо не приняло, ведь ты никаких новых букв не узнаешь, он говорит, да, конечно, значит, ты не узнаешь ничего нового, значит, ты, когда вот сказал, что ты в самом начале нашей беседы, значит, ты был неправ, он говорит, ну, да, действительно, я был неправ, потому что все же буквы я знаю, ну, характерный такой софистический прием, который, на самом деле, является не более, чем хитроумной манипуляцией для того, чтобы скрыть от нас нечто очевидное, что буквы на самом деле могут содержать самые разнообразные смыслы, и речь и письмо вовсе не сводятся к последовательности этих знаков, значит, когда греки осознали эту возможность между различными типами высказываний, они стали применять такое интересное слово, которое звучит как докса, докса, ну, если это такой применить прямой перевод на современный русский язык, это получится слово мнение, ну, вот, мнение великое множество, у каждого человека оно свое, у него может быть, скажем так, свой взгляд на самые разнообразные явления, вещи, а вот, и поэтому они просто разные и могут быть, но вот есть некоторое истинное знание, которое не зависит от мнения людей и греки очень хотели бы его найти, но об этом слое, об этом понятии я чуть позже скажу, так вот, именно доксу широко применяли софисты, использовали ее вот в тех самых афинских судах, а начиная с Римской империи, это, в общем-то, стало широко использоваться в юриспруденции и в политике, правда слова уже были другие, но сегодня мы знаем, что в современном, даже в российском суде могут быть применены некоторые хитроумные такие манипулятивные приемы для того, чтобы что-то доказать, вот, и действительно суд эти примет эти рассуждения, но на самом деле они будут далеки от логики и объективного знания, и вот до сих пор молчаливый Сократ, который все это слушал, вы знаете, наверное, прекрасно, что он произнес такую знаменитую фразу «Я знаю, что ничего не знаю», что свидетельствует о необычайной мудрости этого человека, так принято считать, ну, на самом деле это так, но, в общем-то, в этой короткой формуле отображается довольно такая серьезная гносиологическая тема, то есть тема науки о знании, она называется философский агностицизм, имеется в виду, что когда мы интересуемся истинным объективным знанием, пытаемся его получить, мы в один прекрасный момент, в общем-то, приходим к некоторому барьеру, границе или к пониманию вообще тому, что истинное знание или объективная истина обо всех, обо всем мире, они недостижимы, недостижимы они либо принципиально, вот до той степени точности, которую нам хотелось бы иметь, или они недостижимы с той точки зрения, что познает окружающий мир субъект, а субъект в общем-то всегда замкнут в своем собственном мире, в своей собственной субъективности, он в общем-то остается в рамках своей доксы, и люди, которые это поняли, они стали называть себя агностиками, то есть отрицающими знания, но этот термин потом претерпел несколько изменений, агностицизм может быть не только философским, но и религиозным, но это просто выходит сейчас за рамки моего рассказа. Когда Сократ, наш многомудрый, в диалогах Платона задает такие ключевые вопросы, которые ответы на них и нам хотелось бы получить, вот в другом диалоге, который называется Федор, Сократ рассказывает о том, что вообще как появилось знание, откуда оно изначально взялось. Он повествует о встрече древнеегипетского бога Тефта с египетским царем, ну, наверное, в переводе так звучит, нам привычнее было назвать его фараоном, так вот этот древнеегипетский бог приходит к фараону и говорит, вот я изобрел что-то и принес это в подарок людям, и в качестве всего этого изобретенного и принесенного он перечисляет, изобрел число, счет, геометрию, астрономию, игру в шашки и в кости, а также письмена. Письмена он перечисляет самыми последними, да, после даже игры в шашки. Вот, кстати, это этот персонаж египетский Тефт, он имеет аналоги и в других культурах, в других религиях, ну, скорее всего, действительно идет повествование о некотором таком архетипическом существе, которое когда-то дало людям свет знания. Ну, например, мы прекрасно помним такого персонажа, как Прометей, который украл у богов огонь и принес его людям. Это можно понимать метафорически, это не просто тот огонь, который горит, а именно, а также и свет знания. Так вот, когда этот Тефт приносит все свои подарки фараону, фараон их с любезностью принимает, но, в общем-то, у него возникает некоторое подозрение, он говорит, ну, хорошо, все было замечательно, но зачем в конце вот эти вот письмена? Это что? Объясни, пожалуйста, зачем это нужно? Ну, и Тефт говорит, эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости. То есть, чтобы ты не забыл, ты всегда можешь обратиться к письменам, и это поможет тебе вспомнить нечто. Ну, и царь отвергает этот подарок и говорит, что нет, моему народу это не нужно, потому что они будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами. Пусть лучше помнят, пусть пытаются запомнить, чем применяют такой нелепый способ запоминания. Вот, Сократ об этом рассказывает, потому что это, в общем-то, его кредо, он не оставил нам никаких текстов, это философ, который никогда не писал и только говорил, говорил прекрасно, его слушали, восторгались его речами, вот, а записали, в общем-то, его речи его ученики, там, Платон и Ксенофонт, и, в общем-то, это Сократу, это повествование служит оправданием того, что он не хотел заниматься письмом, да, сегодняшний философ в наши дни не может заниматься исключительно речью, если он будет выступать где-нибудь на каких-нибудь собраниях, семинарах, читать лекции, ему скажут, а что ты, собственно, сделал, покажи текст, где диссертация, дай оценить то, что ты сделал профессионально, потому что речь таким профессиональным философствованием мне в сегодняшние дни не является. Ну и, кроме того, опять-то, обращаясь к такому элементарному уровню разговора о знании, мы можем вслед за Сократом повторить, а сегодня, в общем-то, с нашей памятью тоже что-то такое странное происходит, потому что раньше все учились в школе, их заставляли учить какие-то стихотворения, и, в общем-то, худо-бедно, кто-то что-то знал, помнил и даже применял на своей работе. А сегодня Google, поисковые системы и соцсети с успехом заменяют нам все то, что нам раньше давала наша природная память, тренированная нашими какими-то навыками. Увы, увы, мы действительно, как тот народ египетский, теряем свою возможность помнить большой массив информации и распоряжаться им. Значит, ну, все-таки, если говорить о самом понятии знания и подойти к нему с необходимой терминологией, то давайте, все еще оставаясь в античной философии, давайте я начну с того, что повторю несколько этих тезисов и имен. Ну, нужно сказать, что древнегреческий философ Парменит впервые ставит вот эту вот это разделение между истиной и мнением, и это потом будет справедливо для последующих древнегреческих философов. Вот, ну, к истине он обращается, потому что считает, что она неизменна, вне времени находится, непротиворечива и соотносится с бытием. Вот, Сократ, если уже отвлечься от его каких-то простейших таких высказываний, в общем-то, ему принадлежит один из ключевых методов познания, который он сам назвал маевтика. Маевтика происходит от слова, которое означает рождение или родиться. Это буквально значит помочь родиться. Ну, что-то типа бабки-повитухи, кстати, мать Сократа именно такой была. Помогала родиться младенцем. Так вот, значит, метод этот заключается в том, что в разговоре с собеседником Сократ пытался сделать так, чтобы этот человек познал истину, которая уже до этого каким-то образом, но скрытым присутствует в его голове и только заслонена его мнением, той самой доксой. И ему можно помочь вопросами, беседой с ним, как бы вывести его на правильное понимание вещей. Вот этот риторический дискуссионный прием, который одновременно является гносиологическим, вот именно он Сократу и принадлежит. Платон, ученик Сократа, высказал довольно неожиданную идею о том, что вообще говоря, истина присутствует, она существует, и мы ее, в общем-то, даже не узнаем, а припоминаем, потому что мы когда-то были душами в том самом универсуме Эйдосов, еще не рожденными, но уже существующими, и присутствуя там, мы, в общем-то, видели, понимали, знали эту истину о мире, а будучи людьми мы ее забываем и только можем припомнить с большим и не меньшим успехом, и, в общем-то, это наша цель в нашей земной жизни. Ну, а ученик Платона Аристотель, его можно назвать уже рационалистом, потому что он, в отличие от Платона, он предложил такие методы познания, которые очень близки к нам сегодняшним, к нашему современному миру, потому что, в общем-то, вот это аналитический метод познания и логика это изобретение Аристотеля, которые совершенно перевернули, сделали философию другой, и способы познания совершенно другими. И вот сегодня, когда мы с вами об этом говорим, а говорим мы с вами об этом на русском языке, на экране вы видите это слово русское знание, и оно, конечно же, понятно, что означает. Это результат познавательной деятельности, обычно мы понимаем, что вот этот результат обладает некоторой такой истинностью, которая может быть логически обоснована и допускает практическую проверку. это, скажем, назовем это таким определением научным, но у слова знания есть некоторое такое происхождение, этимология этого слова. Это очень интересно, потому что и довольно неожиданно, потому что, в общем-то, слово древнерусское, и оно еще восходит к той группе языков, от которого происходят многие европейские языки, он называется индоевропейская группа языков, так вот, вот этот глагол или такой корень индоевропейский, от которого это слово происходит, от него еще другая группа слов происходит, но не в русском языке, а в других европейских. Вот корень этот звучит, не знаю, правильно ли я его произнесу, наверное, все-таки там другая будет буква, это будет ген. Но не тот ген, который биологический, а тот, который звучит в слове генезис или по-английски дженесис. И тогда получается, что вот этот индоевропейский корень, он имел два близких, похожих, и как тогда, наверное, считалось почти одинаковых значений. Это было знать и одновременно рождаться. То есть тогда люди понимали, что знание — это нечто такое, чего не было, и потом вдруг появляется. Это рождается в твоей голове, ты этим начинаешь располагать, пользоваться. Вот его не было, и оно пришло. Это очень характерная такая особенность, которая вот связана именно с происхождением слова. Так вот, все-таки, возвращаясь к этому научному контексту, мы, говоря об истинности знания, можем ожидать, что если оно истинное, то тогда оно у нас родилось, мы его каким-то образом получили, и значит, у нас возникает возможность его проверки. Мы можем его испытать на каких-то там практически, да, вот такое событие, другое событие, такая вещь и так далее. Мы это сравниваем, понимаем и говорим, да, это знание — это верное отражение действительности в мышлении конкретного человека. Но если это так, то спрашиваем себя, а это первый ли шаг, да? Вот никакой мы здесь манипуляции не совершили, нет было у нас ли вот той самой софизмы, как у древних греков, потому что, произнося это и считая вот, будучи убежденными в этом, мы, в общем-то, постулировали до этого еще возможность того, что нам доступно это знание о действительности, а действительность нам дала, подарила какие-то способы многократной проверки того, что это знание будет ей соответствовать. А действительность, в общем-то, нам, с другой стороны, ничего не обещала. Это мы представили себе, что она такая. То есть у нас тут возникает уже сложнейшая гоносиологическая проблема. Когда мы узнаем что-то, мы узнаем это об окружающем мире, о том самом вот конкретном, существующем и познаваемом. Или, в общем-то, мы узнаем что-то внутри себя или, скорее, даже о самих себе. И эта проблема, в общем-то, существует. Я чуть позже к ней вернусь в связи с другими именами, с другими людьми, которые нам начнут об этом говорить. Что касается самого слова «знание» и самого термина, нужно напомнить еще два таких противоположных значения. Если есть знание, то также есть незнание. То есть когда у нас отсутствует какая-либо информация о чем-либо, мы ею просто не располагаем. Ну, в общем-то, хотели бы, и если у нас это получится, получить эту информацию, значит, получим нечто и будем знать тогда что-то. Но в качестве противоположного понятия можно произнести еще такое слово, как «вера». Вот «вера» — это нечто совсем другое. Это признание чего-либо истинным, независимо от фактического и логического обоснования. Просто в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры. Вот я так отношусь к этому, и поэтому, значит, у меня никаких сомнений не возникает, что это именно так, и никакие факты и никакая логика не способны изменить мои убеждения, то есть мою веру. И мы знаем, что в нашем мире прекрасно это существует. И более того, есть такая серьезнейшая тема философии, которая называется «Соотношение веры и знания». Начал об этом говорить когда-то Фома Аквинский, потом это было очень интересным образом осмысленно Людвигом Витгерштейном, но сегодня опять это выходит за пределы моего повествования. Значит, если мы говорим о знании, вот, собственно, о знании как научном знании, как объективной истине, отражающей действительности, вот мы приняли этот постулат, что да, действительность нам позволяет узнавать о себе нечто, получили мы это знание, вот, и мы можем назвать его научным, потому что наука подразумевает некоторую методологию, теоретическую и практическую, значит, там будут некоторые аксиомы, теории, некоторые эмпирические проверки и так далее, и так далее. В общем, я чуть позже еще вернусь к этому, но наука у нас это одно, а может быть знание, которое можно назвать вненаучным, значит, это очень интересная тема, да, потому что граница очень тонкая, иногда не очень понятно, как, собственно, где мы находимся, да, в каком именно типе знания. Ну, значит, еще раз, научные знания объективны, то есть независимы от субъекта, мы считаем, что нам позволили таким образом делать. Но, значит, вненаучные знания, их довольно широкий спектр, ну, например, я могу сказать, произнести такое слово, лженаука, да, и это будет значить, что, как бы, такой тип познания и его результаты как бы мимикрируют под науку, но на самом деле таким не является. Ну, например, вот несколько лет назад была такая нашумевшая история, некий ученый изобрел способ очистки различных веществ, в том числе и воды, я сейчас не помню его фамилию, не буду вспоминать, и предложил, значит, вот такие способы, как бы, фильтры для очистки воды, которые будут там, скажем, с помощью нанотехнологии очищать воду до предельной частоты. Потом выяснилось, что это не имеет к объективному знанию никакого отношения, но, тем не менее, там что-то такое произошло, шума было много, и даже что-то начали производить. Значит, это лженаука, потому что легко опровергается. Значит, другой тип можно назвать квазинаучным. Это научное знание, которое, в общем-то, очень близко к объективной истине, но, тем не менее, в данный момент невозможно каким-то образом проверить точность этих высказываний, а может быть, даже они настолько политизированы, что мы не имеем права это сделать. В качестве примера можно привести знаменитого биолога Лысенко, который в советское время предложил способы закрепления биологических признаков у первого же потомства. То есть, он считал, что, в основном это дело касалось растений, что если мы, вот, пшеница имеет один колос, на котором растут зерна, он говорил, для повышения эффективности сельского хозяйства я выведу пшеницу, у которой будет много колосков. То есть, таким образом, мы в энное количество раз, в 5-6 раз повысим эффективность, потому что просто больше будем собирать. Вот, основывался он на теории, эволюционной теории Ламарка, Ламарк считал, что, значит, вот эти признаки можно закрепить в первом же потомстве, да, каким-то образом, там, вот, и с животными вроде это можно сделать, потом выяснилось, что нельзя, это невозможно. Но выглядело это вполне научно, поэтому называется квазинаучным. Вненаучные знания могут быть обыденными, практическими. Вот, то, чем мы пользуемся, и это, и не нуждаемся в каком-то научном подтверждении. например, я не знаю, вот сейчас холодно, даже не очень чистая река Москва замерзла, и образовался лед, по которому можно перейти на другой берег. Значит, вот у меня знакомые живут в том районе, где там, вообще река имеет не очень сильное течение, и там из Коломенского в печатнике можно просто перейти по льду, никаким образом не затруднив свое, по мореваке посоху, да. Нам это знание просто дано обыденным и практическим способом. Нам это родители рассказали, друзья показали, а мы сами ножкой потопали, проверили, и знаем, что лед крепок, и, в общем-то, и можно ему доверять, да, и, в общем-то, вот, никакие физические процессы нам при этом знать не нужно, как там замерзает вода, какими характеристиками она обладает, это просто знание, которое у нас, вот, ну, что-то типа айфона, или там пишущей ручки, или что-то такое, да, прекрасно все это работает, да, но, если мы вернемся к научному знанию, к самому, что ни на есть серьезному, то нужно сказать, что оно делится на эмпирическое и теоретическое, да, и там и там есть серьезнейшие аппараты для подтверждения или опровержения каких-то высказываний, вот, но тут нужно отметить очень интересную особенность, что, вот, именно научного знания, что оно может быть получено даже без доказательства и проверки, еще когда даже теория не создана и никакие практические эксперименты не были проведены, оно может быть получено как продукт интуиции, да, и это возможно, например, Эйнштейн открыл основы общей теории относительности просто потому, что ему вот так вот вот показалось, привиделось, как движется свет, как там меняется масса и что при этом происходит, и вот это буквально сон, который там ему снится, или там, я не знаю, Менделееву, которого приснилась его собственная таблица химических элементов, вот эта научная интуиция может действительно привести конкретного человека к какому-то озарению, а потом уже, конечно же, придет аппарат теории и опытного подтверждения, это будет все серьезно. Итак, значит, для того, чтобы нам все-таки располагать более-менее серьезным терминологическим аппаратом, давайте я еще несколько слов произнесу, значит, одно из них звучит как эпистемология, это в принципе наука о знании, но это, так скажем, особый ее тип, потому что есть, ну, два таких термина, один эпистемология, другой гносиология, эпистема, это вот то самое, о чем мечтали древние греки, отказываясь от доксы, о чем мечтал Парменид, а потом о чем говорил Платон и Сократ, эпистема, это, в общем-то, у греков значение этого слова знания, но в переводе на современный русский язык нам, наверное, нужно было бы сказать так, это достоверное знание, еще это можно назвать и наукой, и научным знанием, вот, значит, что это такое, да, эпистемология, это такая наука, которая изучает знание как таковое, то есть его строение, структуру, функционирование и развитие, но скорее даже мы тут именно не про само, и про само знание будем говорить, но также важнейшей темой у нас будет отношение объект и знание, то есть вот у нас есть нечто в реальном мире, что мы рассматриваем, на что мы обратили наше внимание, и есть знание, которым мы обладаем, вот как это наше знание соотносится с этим объектом, это предмет науки эпистемологии, другой термин, который нужно произнести, гносиология, гносис, древнегреческое слово, это тоже знание, но вернее у него есть такое значение, более верное в данном смысле, познание, вот гносиология это как раз наука о познании, то есть современный раздел философии, который занимается именно познанием, он звучит, называется гносиология, например, на любой философский факультет будет иметь в своем составе важнейшую кафедру, обычно там будут две философские дисциплины важнейших объединены в одну кафедру, это будет называться антология и теория познания, вот, и гносиология тоже занимается знанием, но она скорее вот эту как бы противопоставляет два других термина друг к другу, она противопоставляет субъект и объект, да, как субъект, познающий нечто, соотносится с тем, собственно, объектом, который он познает. Эта терминология сформировалась, стала общеупотребительной в новое время, когда такой важнейший этап в развитии философии был два крыла философских рационалистическая и эмпирическая и ключевым моментом в этом развитии был спор знаменитых философов Лока и Лебница, эмпирика и рационалиста. Я сейчас буду говорить вообще не о них, не о их философских системах как таковых, а, собственно, о том, как они думали о человеческой природе, как они себе представляли познающий окружающий мир. Для Лока эта природа была пассивной, а для Лебница активной. Вот что касается Лебница, немецкого философа, то он рассматривал человека, ну, вернее, душу человека как замкнутую монаду, как он говорил, и говорил, что у него есть две силы. Сила чувствования или ощущения, да, сенситива, и сила желания. Вот это желание, оно подразумевало некоторую активность, некоторое возбуждение, которое, конечно же, может возникнуть как реакция на внешнее возбуждение, но в принципе как бы у человека есть нечто целенаправленное, он обладает этим, да, ну, скажем, в его разуме есть некоторая сила, которая направлена на окружающий мир. И таким образом возникла знаменитая идея о врожденности, да, вернее, назовем ее так, врожденные идеи, которыми располагает каждый человек и вот даже младенец уже имеет некоторую силу, некоторую активность, направленную на окружающий мир. Что касается его оппонента, английского философа Джона Лока, то, значит, ну, назову его знаменитую книгу, она называется «Опыт о человеческом разумении», NSA Consoling Human Understanding, по-английски она звучала, написана в 1690 году, это вообще самый такой известный главный труд Лока, и цели он свои поставил исследование происхождения, достоверности и объема человеческого познания. Но, поскольку Лок эмпирик, это его размышления в ключе эмпирической философии, он говорит, что нет ничего в мыслях, чего не было бы в чувствах, что мы получаем свое знание исключительно из опыта, и что касается новорожденного младенца, то он считал, что сознание такого существа это табула раса, чистая доска, в ней нет ничего, и только последующий опыт накладывает свой отпечаток, и там развиваются некие те самые идеи и так далее и так далее и в принципе вот противостояние Лока и Лейбница рационалистов и эмпириков можно описать с гносологической точки зрения такой фразой, что вот каким образом мы познаем, что является источником знания, интеллектуальная интуиция или чувственный опыт, и в рамках противостояния этих двух ветвей философии решить этот спор было категорически невозможно, они просто вот два таких знаменитых фронта друг против друга, все новое время можно представить как вот две шеренги философов выстроились друг против друга, ну вернее так во время они конечно распределены, поэтому значит там соответственно один из философов наследует своему учителю, но воспринимает принцип его мышления, оставаясь все еще в рамках вот такого противостояния мы сейчас перенесемся несколько позже в эпоху просвещения и расскажу что-то про знаменитого философа энциклопедиста Дени Дидро значит в принципе философы просвещения вот в той самой в том противостоянии рационалистов и эмпириков их скорее можно было бы отнести к эмпирикам но поскольку они заняли очень интересную позицию они сказали в общем-то все должно предстать перед судом разума доверять можно только разуму да чувственный опыт является источником нашего знания но доверять мы можем только разуму и только разум может проверить истинность наших опытных знаний вот то есть они впервые попытались сблизить эти полярные точки зрения найти какую-то общую опору но правда это им в общем-то как ключевая они такой цели не имели и соответственно это произойдет несколько позже но все-таки про Дени Дидро нужно сказать особо потому что это человек который в общем-то сделал важнейший шаг он не просто был философом а он был и просветителем в самом прямом смысле этого слова потому что он издал энциклопедию такое многотомное издание в котором он попытался действительно просвещать народ как тогда говорили третье сословие основные массы французского народа которые потом скоро-скоро придут к революции и делал он это в общем-то со всякими другими философами просветителями которых можно перечислить там Вольтер Руссом Монтескио Даламбер и так далее и так далее вот Даламбер был тоже активным участником этого проекта он написал предисловие такую концептуальную работу концептуальный текст к этому изданию вот вот это вот кстати тема что французская энциклопедия того времени 1751 год когда началось это издание она была таким не просто просветительским проектом и не просто научным а таким откровенно политическим потому что она меняла сознание народа принцип философ-просветителя был что разум не только может проверить и проверить все но он дает возможность применения на практике самых разных знаний и знание больше не является прерогативой избранных оно принадлежит всем это общее достояние поэтому книга изданная самым большим тиражом тогда возможным она была предназначена для того чтобы принести в массы вот эту возможность мыслить мыслить критически иметь свое собственное мнение и так далее и так далее поэтому есть такая знаменитая фраза которая часто повторяется в связи с тем как была связана философия французского просвещения с культурой и самыми разными политическими событиями того времени фраза такая Дидро и Руссо придумали революцию а Робеспьер ее сделал то есть они вроде бы практически не ставили целью взять свергнуть разрушить Бастилию но их ход мысли и основа их мышления привела к тому что это действительно потом произошло титульный лист одного из томов это несколько более позднее издание ну и называлась она полное название энциклопедия или толковый словарь наук искусств и ремесел и действительно он собрал все накопленное человечеством того времени знания энциклопедии существовали и до этого но она была принципиально сделана таким образом что вот этот вот тезис о доступности был ключевым что она должна быть доступна самым широким слоям французского народа и она очень выгодно этим отличалась от других подобных изданий это сделало ее необычайно знаменитой и послужило основой для того чтобы потом это было многократно повторено в подобных же проектах вот ну например в России хорошо вам наверное известный словарь бракгауза и эфрона который претерпел множество изданий и потом превратился в общем-то в концептуальном смысле превратился в большую советскую энциклопедию и время от времени такие проекты становились пропагандистскими обрастали какими-то теми самыми доксами в отличие от эпистемы но тем не менее сам принцип существовал давайте я вам прочту высказывание самого Дидро оно очень интересное цель энциклопедии собрать знания рассеянные по свету привести их в систему понятную для людей ныне живущих и передать тем кто придет после нас с тем чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих и чтобы наши потомки обогащенные знаниями стали добрее и счастливее и чтобы мы не канули в вечность не сумев послужить грядущим поколениям Дени Дидро но можно подумать что вот это вот замечательные торжественные высказывания обогатят все человечество знаниями и решат множество самых разнообразных проблем вот и действительно ну поскольку что-то очень интересное а также одновременно трагичное произошло во Франции можно было бы ожидать что и в других странах на другие страны это очень сильно повлияет ну и наверное многие из вас слышали что наша российская императрица Екатерина II переписывалась и со многими философами просветителями и с Вольтером и с Дидро а Дидро она пригласила в Россию для того чтобы ну весьма с практичной целью да приезжай пожалуйста посмотри и ну знаете наверное современным языком можно представить себе что Дидро от Екатерины получил грант исследовательский да вот потому что она на полный пансион его пригласила приезжай в Петербург вот тебе квартира пользуйся любыми библиотеками изучай нас и даже конкретной цели ему не ставилось не было такого что значит по результатам исследовательской работы нужно отчитаться о полученных средствах да вот но когда все-таки время его пребывания оговоренное ранее подошло к концу состоялся разговор Екатерины и Дени Дедро мы не можем с полной документальной точностью утверждать что там произошло но есть такая легенда очень как-то уничижительно нашу русскую культуру изображающую в этом смысле да наверное это придумали плохие люди назовем их русофобами да но они все-таки это придумали поэтому поскольку я сторонник самого широкого знания обо всем на свете я вам приведу это его высказывание значит все-таки что-то такое типа попытки получить от Дедро результат его исследований имел место потому что Дедро сказал ну все время закончилось я уезжаю а Екатерина говорит ну а что-то будет вот написали ли вы труд о России узнали ли вы что-то о нас новое вот Дедро отмалчивался отмалчивался пытался ничего не ответить и просто уехать но когда Екатерина стала настойчивой он сказал я не могу ничего написать потому что Россия это плод который сгнил не успев созреть ну не знаю наверное Екатерина очень расстроилась и для нас это как-то звучит довольно страшно но может быть он был прав и заранее знал о том что с нами и в будущем потом будет происходить вот ну и знаете и как бы вот человек который такие радикальные делает высказывания наверное и на родине у него какие-нибудь сложности здесь это просто Екатерина его отпустила а вот когда энциклопедия издавалась это же было многотомное издание оно каждый том вызывал обычно скандал потому что там не просто критиковалась религия и мораль а критическое мышление имело смелость делать какие-то высказывания в отношении таких вещей которые до этого не подлежали вообще рациональному осмыслению да поэтому издание просто приостанавливалось да вот не знаю там обыск в редакции или в типографии да отобрали печатный станок ну как-то они там исхитрились куда-то там перешли в другое место и продолжают в общем-то она была успешно издана но с многими многими трудностями и так значит все еще мы находимся в таком в противостоянии рационализма и эмпирической философии но вот в один прекрасный момент у нас появляется философ которого зовут Эммануил Кант и который как считается в общем-то разрешил этот конфликт гносиологический конфликт по поводу того как мы познаем интеллектуальной интуиции или чувственным опытом вот я не могу себя отождествить вернее свое мышление отождествить с мышлением Канта я не могу сказать что я с ним полностью согласен может быть даже еще менее чем с тем самым высказыванием Дидро которое я сейчас привел и тем не менее попытаюсь вкратце объяснить что произошло в связи с трудами Канта во-первых Кант сказал а мы вообще не можем познать окружающий мир потому что мир от нас скрывается он не дает нам возможности ну просто погрузиться в него он ну наверное многие из вас слышали такое понятие вещь в себе точнее ее надо вот это немецкое выражение Диньканзих его точнее на русский было бы перевести вещь сама по себе она нам не дается она не допускает этого полного а может даже никакого познания потому что по Канту мы познаем не вещи а свои собственные представления о них вот эти вот вещи недоступные нам он назвал ноуменами а то что нам доступно явление наших явление этих вещей в нашем сознании он назвал феноменами так вот это противопоставление феномена и номена является для кантовской философии ключевой и в принципе он как бы говорит ну мы познаем свой собственный внутренний мир свои представления а вовсе не вещи которые вот там а что там у нас есть за пределами наших феноменов мы точно не знаем но дело ведь не только можно таким образом представить что это некоторая глухая стена вот наше сознание а там есть окружающий мир и он полностью от нас спрятался нет Кант так не считает он говорит что вещи то есть ноумены непрерывно с нами взаимодействуют отсюда собственно мы обладаем феноменами то есть явлениями этих вещей это взаимодействие постоянное и оно в общем-то является таким хаосом потому что у ноуменов нет задачи рассказать нам о себе последовательно точно однозначно они как-то вот некий шум производят и в результате этого взаимодействия мы обладаем нашими тем самым чувственным опытом значит как Кант решает вообще эту проблему гносологическую он говорит о том что да мы не можем перейти через опыт наш потому что с самого нашего рождения мы непрерывно получаем знания через опыт вот и но вопрос который его мучил достаточно долго в течение всей его творческой жизни он заключался в следующем а есть ли все-таки некоторые знания которые могут быть названы априорными то есть доопытными но буквальном смысле доопытными то есть полученными до опыта их назвать нельзя потому что до опыта не было ничего у нас нас не было мы родились и тут же начали получать опыт но кант говорит а можно ли все-таки в нашем сознании выявить некоторые идеи которые в общем-то присутствуют в нас не потому что мы обладаем тем или иным опытом а потому что просто вот они каким-то образом в нас есть то есть в общем-то это тот самый аналог рационалистов который звучал как врожденные идеи но кант к нему совершенно по-другому подходит по-другому это описывает и в общем-то он говорит что да вот мы можем в своем сознании обнаружить некоторые вещи которые устроены таким образом что наш опыт есть не некий такой ну скажем такой инструмент который вот как некая машина реагирует на окружающий мир у нас в нашем сознании есть как бы такие инструменты или некоторые особенности которые вот нам как бы вот так позволяют понимать окружающий мир а по-другому не позволяют и эти особенности это у нас не от опыта нашего а просто потому что мы такие мы люди и вот это вот понимание того что наше человеческое сообщество обладает некоторой особенностью познания по канту это вот то что он называет словом трансцендентальное это надо не путать с трансцендентным трансцендентное то что находится за пределами вообще нашего мира и нашего сознания скажем бог это трансцендентное а трансцендентальное это некоторая особенность нашего сознания которая позволяет нам понимать наш мир вот так или иначе значит в качестве таких трансценденталей по канту можно назвать пространство и время это не есть результат опыта по канту а это есть вот особенность нашего сознания которая именно так понимает этот мир а какой он на самом деле мы не знаем вернее точно Мы точно не знаем. Мир от нас скрывает. В качестве таких трансценденталей он упоминает то, что называется категориями или теми самыми инструментами рассудка. Например, он называет такими количество, качество, отношения и так далее. То есть математика, которую изучают в школе, это не есть следствие того, что ребенка научили счетными палочками складывать дважды два и так далее. У каждого из нас уже был некий инструмент в голове, та самая трансценденталя, которая позволила нам освоить практический счет вычисления больше-меньше и так далее. Но это еще не все по канту, не все трансцендентали, потому что у него есть еще такие идеи чистого разума. Чистым разумом он называет разум, который освободился от своего опыта и познал в себе то, что у него есть еще до опыта. И в качестве таких идей чистого разума он называет идеи Бога, души или мира как целого. Я повторю, что мне согласиться с Кантом трудно. Если бы я сейчас начал критиковать эти идеи с сегодняшней позиции, это, наверное, делать очень легко, потому что после него было множество других философов или психологов, которые поставили бы это под сомнение. Но, тем не менее, философия Канта необычайно мощная. И если ты сегодня пытаешься что-то сделать, какую-то теоретическую философскую работу в области гносиологии, ты не можешь обойтись без того, чтобы опереться на некоторые тезисы Канта или опровергнуть их. Это фигура, которую совершенно невозможно обойти. Соглашаешься или критикуешь, но, тем не менее, это будет так. Следующий важный этап в развитии теории знания и науки опознания можно назвать как позитивизм. Это уже довольно позднее явление, которое складывается в конце XIX века и в начале XX уже существует. Слово «позитивизм» значит «положительный». Имеется в виду позитивное знание. Сами эти ученые, они, кстати, философами себя не считали, ученые говорили, что возможно такое знание, которое будет очищено от всего, что не является ненаучным. Например, от каких-то таких понятий, которые очень легко опровергаются, метафизических понятий, которые выдуманы в науке и пользы никакой не приводят, можно легко без них обойтись. Например, эфир был такой в физике понятие, которое обозначало, что вся Вселенная наполнена неким веществом, невидимым, органами чувств невоспринимаемым, но, тем не менее, строилась физическая теория на ее основе. Ну или, например, более такие эфемерные понятия, под которыми они понимали душа или бог. Ох, можно же прекрасно без этого обойтись. Значит, научное знание позволит нам мыслить позитивно, оставаясь в рамках теории, которая легко может проверено быть эмпирически. А вот то, что эмпирически проверено быть не может, мы это просто изгоним из науки, и останется у нас чистое позитивное знание. Кроме бога и души и других религиозных понятий, они с такой же легкостью могли изгнать эстетику, то есть науку о прекрасном. Какое прекрасное, какая красота, когда это нельзя померить, когда это эмпирически нельзя исследовать никаким образом. Сколько угодно мне говорить о том, что этот закат красивый, а эта картина прекрасна, а это что-то возвышенное, но это же просто, это ваше мнение, выходящее за пределы точного научного знания. Интересно, что позитивизм развился в Австрии, в Венской школе, такой руководитель был Морис Шлик, но развился он не на пустом месте, а именно потому, что знаменитый философ Людвиг Вингенштейн в начале XX века написал первую свою ключевую работу, которая называлась «Логико-философский трактат». И позитивисты пытались Вингенштейна тоже пригласить в свой кружок, но он, кстати, отказался. Так вот, последняя фраза «Логико-философского трактата» звучит очень радикально. Она звучит так «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». О красивом, о Боге, о душе можно говорить, но ненаучно, поэтому лучше будем молчать. И позитивисты приняли это таким образом, именно очень жестким и радикальным, хотя Вингенштейн на самом деле не был так радикален, не был так однозначен. И более того, про Вингенштейна можно сказать, что он не только отказался участвовать в этом позитивистском движении, а кроме того, Вингенштейн бывает, как считают, ранний и поздний. Вот поздняя работа Вингенштейна, философские исследования, она совершенно по-другому подходит к теории знания. Она рассматривает культуру и знания как игры языка, языковые игры еще так говорят. И в этих играх возможно все, и Бог, и душа, и красота, все что угодно, потому что язык умеет говорить об этом и говорит, и, соответственно, молчать об этом нет никакого смысла. Позитивисты сделали одну важную вещь, вернее, не придумали, но подчеркнули ее. Проблема демаркации. Это латинское слово, значит, разграничение. Имеется в виду, что необходим поиск критерия, который отделил бы теории, являющиеся научными с эмпирической точки зрения, от ненаучных утверждений. Вообще говоря, это довольно жесткая тенденция, которая с легкостью может привести к такому высказыванию, довольно распространенному среди представителей естественных наук. Они могут сказать, что философия – это болтовня. Но, в общем-то, с точки зрения позитивистской науки, опирающейся на опыт, это действительно болтовня, потому что никаким образом подтверждено быть не может. И очень часто это высказывается. Но позитивисты в качестве принципа демаркации предложили свой собственный принцип. Он до сих пор используется время от времени, хотя критикуется. Сейчас я чуть позже об этом скажу. Значит, это принцип верификации. Латинское «верус» – это «делаю истинным» – это значит, верифицирую. Значит, что они предложили? Если у нас есть некоторое теоретическое положение, то оно нуждается в проверке. Во-первых, оно должно быть корректно сформулировано, потому что есть некоторые правила научного языка. Они называли это протокольными предложениями, а слово, опять-таки, придумал Витгенштейн. Но когда это сформулировано, этого недостаточно. Это должно быть проверено с помощью определенной процедуры. То есть нужно собрать факты, которые соответствуют этому теоретическому высказыванию, которые могут его подтвердить или опровергнуть. Вот, значит, есть некоторая процедура сбора этих фактов, и потом мы сверяем, устанавливаем истинность или ложность этой теории. Вот как только мы это проверили, значит, мы можем напечатать научную статью, допустим, практический результат, в котором мы опишем, значит, ход интуиции, теоретическое построение и эмпирическую проверку. Все, теория доказана. Это позитивное научное знание, вернее, позитивистское. Но, значит, вот в начале XX века это стало общеупотребимым и весьма-весьма распространенным, а все течение научной мысли XX века показало, что, ну, грубо говоря, что-то здесь не так. Потому что обойтись строго вот такими приемами, довольно жестко и протокольно обозначенными, невозможно, потому что в науке очень часто возникают некоторые понятия и некоторые идеи и вполне себе абстрактные предположения, без которых наука просто остановится и не будет развиваться. Она превратится в некий такой строгий технический аппарат обслуживания каких-то приборов, каких-то там явлений, каких-то теорий, но дальше не пойдет. Значит, нужны какие-то смелые шаги, они, как правило, происходят в области метафизики, а не строгой науки. Вот, и поэтому, поскольку это так, то, значит, принцип верификации, ну, почти точно бы уничтожал эти первые шаги метафизические и наука бы не двигалась дальше. Поэтому, в общем-то, позитивизм сам по себе довольно быстро в исторических масштабах превратился в какие-то другие явления, которые, опять-таки, стали его критиковать. Ну, в качестве таких можно употребить слово постпозитивизм, то есть некоторая такая философская гносиологическая концепция, которая пытается, критикуя позитивистские высказывания, выдвинуть некоторые другие критерии, в том числе и проблемы демаркации. Ну, вот, в числе ученых, которые это сделали, обязательно нужно назвать Карла Попера. Я просто, вот, чтобы вы понимали, да, разницу между позитивизмом и постпозитивизмом, Карла Попера назвать позитивистом никак невозможно, да, в рамках того, что он критикует позитивистов, его можно назвать принадлежащим к постпозитивизму, но, вообще говоря, это совершенно самостоятельный философ и ученый, который сделал очень важные вещи, и они имеют огромное влияние на современную науку и на теорию знания. Значит, о чем он говорит? Ну, у него есть замечательная книга, она издана, ну, достаточно поздно уже в этом диалоге, в этой дискуссии, 1963 год, она называется «Предположение и опровержение. Рост научного знания». Когда он, собственно, вот, довольно в широком масштабе описал все свои мысли и всю вот эту теорию, связанную с критикой позитивистской науки. Но принцип демаркации, который он предложил, выдвинут гораздо раньше, в 1935 году. Вот эти вот рамки временные с 1935 по 1963, это, наверное, самое интересное, что с ним происходило. Значит, он обратил внимание на такую вещь, которую он назвал познавательной асимметричностью. Касается она вот этого принципа верификации. Он сказал, ну, хорошо, у нас есть некоторая теория, и есть множество фактов, которые ее подтверждают. Ну, замечательно, значит, но просто вот мы можем собрать огромное количество этих фактов, тысячи, даже миллионы, и они все подтверждают и подтверждают и подтверждают, а потом вдруг мы находим один, ровно один факт, который ее опровергает. И все, стройное здание рухнуло из одного, несмотря на то, что там были тысячи и миллионы, а здесь у нас только один помешал. Асимметрия такая познавательная. В качестве примера он говорит даже не о научном знании, но о таком описании природы, биологической природы, которая нам известна. Вот он говорит, до поры до времени лебеди, которых мы знаем, как хорошо известных нам птиц, да, они все считались белыми, других лебедей не бывает, все лебеди белые. Значит, в принципе, это установленный факт, да, есть некий вид, описанный таким-то образом, и на какой бы пруд мы ни пришли, там обязательно будет плавать белый лебедь. Белый лебедь – это еще один факт, который подтверждает истинность нашего знания. Ну вот кто-то поплыл в Австралию и, о чудо, увидел там черного лебедя. И что? Это, значит, все. Стройная теория о том, что все лебеди белые рухнуло, и нам теперь нужно каким-то образом что-то такое придумывать, чтобы… А как теперь? Значит, нужна какая-то другая теория. Скажем, ну, биологи введут понятие там другого вида или подвида и скажут, ну, на самом деле все нормально. Вот, но тем не менее. Но, что касается науки, не все так просто, как с птицами определенного цвета. Он предложил в качестве примера два, две знаменитых теории, которые тогда стали известны, обсуждались, и было не очень понятно, истинны они или неистинны. Одна из них – это общая теория относительности Эйнштейна, а другая – теория психоанализа Зигмунда Фрейда. Ну, и вот не буду подробно об этом останавливаться, потому что, в принципе, я рассказывал об этом и о позитивизме, и о Карле Поппере на одной из своих предыдущих лекций, которая называлась «Человек научный». Сейчас просто вкратце это повторю, что Поппер считает, что теория психоанализа Фрейда неопровержима в принципе, потому что его наследники, его ученики сделали, продолжили эту теорию таким образом, что, как бы, разветвляясь, видоизменяясь, она в любом случае примет такую форму, когда она объяснит любое из возможных явлений психологических. Именно поэтому, например, теория психоанализа не применяется в криминалистике, потому что она не является точным исследовательским инструментом, который нам могут сказать, например, виновен или невиновен, склонен или не склонен. Что касается теории относительности Эйнштейна, то тут совершенно по-другому все выглядело, потому что Эйнштейн сам предложил способ проверки, связанный с тем, что лучи света могут быть искривлены вблизи очень массивного тела. В качестве массивного тела он предложил Солнце, значит, смысл такой, что лучи от какой-то звезды, проходящей рядом с диском Солнца, отклонятся, и таким образом звезда сместится на небе, и это может быть зафиксировано с помощью точных исследований. Для того, чтобы это сделать, нужно было дождаться полного солнечного затмения, и это было достаточно трудно в то время, вплоть до того, что военные действия мешали это сделать, но все-таки это было сделано, и ОТО, общая теория относительности, была таким образом доказана. Но смысл не в том, что она была доказана один раз. Поппер говорит, метод фальсифицируемости, как он его назвал, научной теорией, заключается в следующем. Теория принципиально не может быть доказана окончательно никогда. Она постоянно должна быть подвергаема некоторому сомнению, той самой фальсификации. И она не должна в один прекрасный момент сказать, что все закончено, наконец-то мы счастливы, и больше никогда нас никто не опровергнет. То есть вот эта фальсифицированность должна быть предложена самим ученым и научным сообществам, которые будут говорить, мы и так проверим, и так проверим. А если кто-нибудь из этих авторов или ученых говорит, что эта теория абсолютно и больше не нуждается в проверке, по принципу фальсифицируемости Поппера она больше не является научным высказыванием, она является верой, мифом, некоторой там абстрактной идеологией, которая там диктует нам некоторые знания, но далекое от научного. Но в своей работе, которую я уже назвал «Предположение и опровержение рост научного знания» Поппер, кроме метода фальсифицируемости, рассказывает о довольно широком спектре различных идей, связанных с теорией знания. Например, он говорит об источниках знания, что мы не можем доверять какому-то торжественному высокому источнику, скажем, Богу, а мы все должны подвергнуть этому сомнению. То есть вопрос о происхождении и чистоте источника нельзя смешивать с вопросом об истине. Это всегда разные вещи. И мы, люди, которые мыслят критически и пытаются найти эту объективную истину, мы, соответственно, должны построить вот эту методологию своего знания и проверки его достоверности. Ну хорошо, давайте теперь к другому известному и знаменитому персонажу перейдем, которого обязательно нужно назвать. Это канадский ученый-философ Иран-Франсуа Леотар, ну вернее француз, который работал в Канаде. И его знаменитый труд, который называется «Постмодернистское состояние. Доклад о знании», написанный в 1979 году, это была первая теоретическая работа, которая описала состояние культуры, известное нам под названием постмодернизм. В чем принцип его идей? Давайте я довольно кратко и схематично об этом расскажу, потому что я даже сам боюсь увлечься. Это так интересно, что лучше я буду сдерживать себя. Принцип такой, что вся история человечества, и особенно уже близкие к XX веку периоды, например, просвещение или начало XX века, трактуется Леотаром как такое особое состояние, в котором возникает некоторая тенденция к объединению самых различных повествований, то есть неких отдельных типов знания, в некоторую единую конструкцию, такую глобальную, объединяющую себя все. Леотар называет вот эти малые повествования, ну, есть такое слово «нарратив», по-английски «нарейшн» или «повествование». Нарративом может быть все что угодно, сказка, и вот то, что я вам сейчас говорю, тоже некий нарратив. Так вот, отдельные повествования, отдельные нарративы по Леотару, как он говорит, в истории человеческой культуры, имели тенденцию сложиться в одно мощное повествование, которое объединяло бы под собой все. Леотар в качестве таких объединений называет самые разные периоды. Он говорит, что такими были христианство, эмансипация, социализм, технология и так далее, и так далее. То есть, например, вот даже сегодняшние тезисы о гендерных проблемах освобождения, эмансипации, феминизме, это тоже может быть воспринято как некоторое такое глобальное повествование, которое под себя как бы подкладывает все мелкие нарративы. Оно считает их истинной или неистинной с точки зрения, что как вот этот глобальный важнейший метанарратив, как его называет Леотар, мыслит, думает, рассуждает и так далее. То есть, вот этот тезис о метанарративе, он был для человеческой культуры важнейшим до тех пор, пока не пришло время, которое разрушило эту тенденцию. И с точки зрения Леотара возникает такой мир непрекращающихся разногласий, рассогласований, противостояний точек зрения в любом дискурсе. Вот именно его Леотар называет как бы сутью постмодернистской культуры. Нет единого, нет однообразного, нет одного, на что можно было положиться в любом споре. Леотар делает это не просто как теоретик, который рассматривает историю человеческой культуры, он делает это, в общем-то, можно сказать, на развалинах человеческой культуры, а вернее Европы, разрушенной войной и прошедшей через огонь Второй мировой войны, которая, в общем-то, была не только военным столкновением, а столкновением культурных нарративов Советского Союза со своим коммунизмом, большевизмом, и фашистской Германии своим национализмом, неприятием определенных типов мышления, действий и так далее, уничтожения национальности, геноцида и так далее. То есть вот Леотар в своем труде очень подробно приводит эти примеры о том, как метанарративное мышление действовало. Да, наверное, знаете, у многих из вас на памяти, или там могли прочесть об этом, что, например, в Советском Союзе напечатать научную статью без того, чтобы обратиться к метанарративу было невозможно. То есть нельзя было сказать, что вот у меня была такая интуиция, я выдвинул такое теоретическое положение, и с помощью экспериментальной проверки его подтвердил. Вот вам мое знание. Так было нельзя. Первая фраза этой статьи должна была быть такая. В соответствии с решениями 24-го съезда КПСС, поставленные народно-хозяйственные задачи, потом запятая, и потом можно было уже говорить о своей интуиции. А до этого, ну, как бы, было нельзя. Вот. Что-то подобное возникало и в европейской культуре. Там, я не знаю, можно вспомнить Карла Густава Юнга, Хайдегера и так далее, и так далее. Но просто сейчас не об этом речь. Почитайте об этих примерах сами. Вот. Но Леотар действительно предложил такую возможность состояния культуры, и она актуальна до сих пор, но она тоже вызывает некоторые проблемы. Ну, и об этом я чуть позже сейчас скажу. Значит, другой важный философ, о котором нужно упомянуть, это Мишель Фуко. Он теоретик культуры и историк, кроме того, что он философ. И про него нужно сказать следующее, что у него тоже есть особый свой собственный гносиологический принцип. Он сам его назвал археологией, археологией знания. Он сказал о том, что мы не можем вот просто так как бы подойти к настоящему, к знанию о настоящем, ну, просто вот как будто бы мы непосредственно в нем находимся. Мы, в принципе, должны заняться таким же трудом, как занимается археолог, который погружается в какой-то древний исторический контекст. То есть, чтобы познать настоящее, нужно его раскопать буквально так же, слой за слоем снимая то, что нам мешает увидеть самое, что ни на есть для нас важно. Он говорил, что, ну, например, вот он исследовал самые разные аспекты культуры, ну, например, вот безумие может быть исследовано на основе материалов дискурсивных практик, которые также называются речевыми. Независимо от появления этих практик, объект не существует. То есть, мы не можем просто рассматривать безумие как некое биологическое явление, да, и он должен быть познан в речи, которая возникает и в речи безумного, и в речи врача, и в речи профана, который просто об этом говорит. То есть, самые разные повествования об этом дадут нам возможность, как, собственно, это сделать. Исследование речевых практик и письма даст нам возможность вот этого археологического знания. И Фуко повторил вот то самое древнегреческое слово «эпистема». Он сказал, что она поднимала под эпистемой такую исторически изменяющую структуру, которая существует в каждой из периодов развития культуры. Это и структура мышления, и образ мысли, и вообще, как бы, ну, такие особенности данной эпохи. И вот изучая, познавая эту эпистему, мы, соответственно, можем получать наше восприятие, делать вот эти, описывать наше наблюдение, делать выводы. И книги, которые он написал в рамках этого археологического метода, они необычайно интересны, и кто их не знает и не читал, читайте, пожалуйста. Это увлекательнейшее чтение. Я их перечислю. История безумия в классическую эпоху, рождение клиники, археология врачебного взгляда, слова и вещи, археология знания, надзирать и наказывать, и история сексуальности. Последние две книги, они просто как триллеры написаны, со множеством интереснейших исторических подробностей. Очень рекомендую. Фуко, это, собственно, можно назвать современностью, потому что те книги, которые я сейчас перечислил, они написаны и изданы с 1961 по 1984 год. Это уже, собственно, конец XX века, и можно считать Мишелю Фуко нашим современником. Но сегодня в гоносеологии по-прежнему происходят интереснейшие вещи, и ныне живущие философы наши современники делают очень интересные высказывания. Ну, например, современный французский философ Квинтин Миесу. Он не просто наш современник, он, например, гораздо моложе меня, 1967 года рождения. Так вот, понимаете, тема спекулятивного реализма, к которой относятся сам Миесу и его коллеги, она также необычайно интересна, поэтому я тоже очень так схематично вам предложу его идеи. Они заключаются в том, что... Ну, во-первых, они заключаются в критике гоносеологии Эммануила Канта по поводу ноуменов и феноменов. Как это так, говорят спекулятивные реалисты, что мы не можем познать реальность, даже не просто потому, что она является композицией ноуменов, которые от нас скрылись, а как это так, мы не можем познать реальность без того, чтобы ее, как они говорят, испачкать. То есть мы познаем только через собственное восприятие и его интерпретацию, то есть познавая нечто, познавая другого человека, окружающий мир, какие-то явления, мы, в общем-то, говорим лишь о том, как мы об этом говорим. Значит, нету между нами и миром стена. И как только мы вроде бы вышли в этот мир и описали некоторое явление, мы его буквально своими собственными методами, своим собственным познанием измазали, испачкали, загрязнили. Он больше не такой, как был. Где же тогда это настоящее? Можно ли говорить об абсолютном знании, о том, какой этот мир, какая эта вещь сама по себе? Ну, из этого высказывания следуют очень интересные вещи, которые еще более проблематизируют то, о чем сейчас говорится. Например, ну ладно, мир, который сейчас перед нами, перед глазами. Вот это вот здание, вот этот вот стол, вот этот вот лектор и так далее, и так далее. Это вот как бы дано нам непосредственно сейчас. И то мы это как бы через собственное восприятие понимаем. А что тогда делать с теми явлениями, которые существовали, когда нас не было? Ну ладно, тогда были там Витгенштейн, Кант и другие философы, которые это восприняли и нам описали. Ну хорошо, через их восприятие. Но вопрос, а что было с миром, когда людей не было? Вот та самая, как они говорят, древняя реальность, спекулятивные реалисты ее называют. Что с ней тогда? Она нам вообще как бы доступна? Потому что ведь с точки зрения гносиологии Канта мы не можем сказать, что вот, например, там электрон легче какого-нибудь нейтрона. Потому что, в принципе, если быть честными, нам нужно сказать, по мнению ученого Х, электрон обладает такими-то свойствами. Объективно и истина скрыта у нас за тем самым субъективным восприятием. Но когда мы касаемся древней реальности, это вообще сложно. Разве можем сказать, что Большой Взрыв, приведший к образованию современной Вселенной, произошел там, не помню, 10 миллиардов лет назад? Мы не имеем права, потому что точное высказывание с точки зрения такой гносиологии, основанной на кантианских методах, будет такое. По мнению ученого Y, Большой Взрыв произошел 10 миллиардов лет назад. Отсюда тут же следует, что ученый Z скажет, что не 10, а 11. А как на самом деле? Непонятно. Более того, непонятно следующее, что если ученые X, Y и Z сделали такие высказывания, ну хорошо, немножко они как-то там отличаются друг от друга, но у нас еще есть Баба Маня, которая скажет, какой Большой Взрыв! Вы что, люди? И как же мы можем с этой точки зрения вот эту значимость, ранг Бабы Маня принизить, потому что вроде бы X, Y и Z они какие-то особые? Мы не имеем права. Поэтому вопрос об абсолюте, об абсолютной истине у нас встает в полный рост. И спекулятивные реалисты пытаются его решить. Значит, каким образом? Во-первых, идеи Канта они называют корреляционизмом, корреляция между знанием и тем, что это знание принадлежит конкретному субъекту. Они связаны. Без этой связи знание невозможно. Поэтому они и называются спекулятивными, что их реализм является некоторой уловкой, некоторой спекуляцией, некоторым мышлением, которое позволяет вроде бы перешагнуть, выйти за вот эту законтианскую гносиологию. Ну, погрузиться сейчас достаточно профессионально и точно в эти размышления, это значило бы, что я должен где-то сейчас еще полтора часа говорить, а вы через несколько фраз перестали бы понимать, о чем я говорю. Поэтому давайте очень по-простому я попытаюсь их идею высказать. Значит, она опирается все-таки на каких-то философов, имена которых нам хорошо известны. Ну, например, на философию Декарта, который тоже должен был бы быть упомянут со своим «Когета эрго сумм» в рассуждении про знание. Но, тем не менее, здесь очень важно, что когда он рассуждает о том, существует он или не существует, там возникает такой в разных переводах по-разному. Либо хитрый, либо злой гений, который подталкивает его под локоть, когда он пытается что-то там, два сложить, два умножить на два, или сложить что-то с чем-то. Вот, он говорит, я не могу быть уверенным в том, что я знаю об окружающем мире, что же даже математика мне доступна, потому что вдруг каждый раз, когда я это делаю, возникает некто хитрый, кто меня говорит, а вот думай так, думай так. Вот, другое высказывание Декарта касается доказательства бытия Бога. Очень по-простому оно звучит так. «Бог – настолько сложное явление, настолько сложная идея, это так мощно и великолепно, что я, простой маленький человек, не мог бы ее выдумать. Я не могу». Значит, он есть, потому что он велик, торжественен, и он мне подарил эту идею. Так вот, Мейсу эти два примера Декарта объединяет и говорит, что вот давайте не на Бога уповать, а на того самого хитрого гения, который мешает нам познать этот мир. И, в общем-то, очень по-простому вот эта критика корреляционизма у них звучит таким образом. Наш мир, который нам дан в ощущениях, он настолько сложен, настолько непредсказуем, что я, простой человек, я бы не мог бы его выдумать. Вот по-кантиански, я бы не мог выдумать все те феномены, которые бы соответствовали тому великолепию, которые за пределами этой стены существуют. Но это не так просто, не в рамках просто психологического утверждения, что я вот не способен, а значит, вот это есть. Там нужно гораздо более глубоко с этим разбираться. Но, повторяю, что это выходит за пределы моей лекции. Итак, значит, то, что я вам рассказал, это было, ну, скажем так, неким перечислением последовательным гносиологических теорий, которые пытались бы нас подвести к тому, что есть знание и каким образом нам с ним взаимодействовать. Но давайте я теперь как бы снижу, этот пафос будет снижен, и я хочу просто вам привести несколько примеров, которые покажут, что не только философ может столкнуться с понятием знания, а в нашей простой, обыденной жизни мы можем, в общем-то, оказаться в ситуации, когда мы в недоумении. А как нам, собственно, воспринимать окружающий мир и наше знание, как оно соответствует этому миру, а более того, мы можем усомниться в себе самом, как в субъекте, способном или неспособном, а можем даже быть уверенными, что всё в порядке, всё замечательно, и знанием мы обладаем. Давайте я начну с такого примера, я покажу вам отрывок из фильма, это будет такая комедия весёлая, вы все её хорошо знаете, просто я обращу ваше внимание на один конкретный там сюжет. Вот такого персонажа в исполнении, господи, как зовут актёра ты, Джим Керри, да, вот. И, кстати, этот сюжет станет ещё смешнее, если вспомнить, как его, не просто как его зовут, а как его фамилия, его фамилия Крисмос, то есть Рождество, да, а девушку, которую он сейчас везёт в автомобиле, её зовут Мэри. И вот они только познакомились, они друг с другом разговаривают. А зачем вам в аэропорт? Куда-нибудь летите? Как вы догадались? Я видел ваш багаж, а когда заметил билет на самолёт, то прикинул одно к другому. И куда же? В Аспен. В Калифорния. Отлично. Меня зовут Крисмос. Ллойд Крисмос. А я Мэри Свонсон. Это моя ненастоящая работа. Правда? Мы с моим другом Гарри копим деньги на зоомагазин. Мило. У меня полно червей. Прошу прощения. Так магазин назовём. У меня полно червей. Будем продавать фермы с червями. Ну, знаете, как муравьиные фермы. Что такое? Может, боитесь на самолёте лететь? Что-то вроде того. Волноваться не о чем. Больше шансов погибнуть в аварии по пути в аэропорт. Можно лоб в лоб врезаться, со скалы слететь, под бензовоз попасть. Это хуже всего. У меня есть кузен. Был кузен. Вы не могли бы смотреть на дорогу? Ах да, правильно. Осторожность не повредит. Столько чайников за рулём. Обращу ваше внимание, что он потом будет мечтать, что она станет его женой, и, соответственно, будет называться Мэри Крисмас. А также, собственно, почему я вам это показываю? Потому что можно быть абсолютно уверенным в собственных знаниях, навыках, и ни капельки в них не сомневаться. И это, знаете, особая такая форма, которая, ну, может быть, и философски поняты, и с точки зрения психологии. В психологии есть такой эффект, как он называется, совсем недавно он описан, называется он эффект Даннинга-Крюгера. Два американца в 1999 году, совсем недавно его описали, он заключается, ну, в целом его можно назвать когнитивным искажением. Это значит, что когнитивный, относящийся к познанию. То есть мы что-то такое познаём, но при этом при восприятии и его интерпретации возникает некоторое характерное искажение, которое повторяется, да, и можно, ну, соответственно, заметить один, два, несколько таких случаев, ну, соответственно, вот был обнаружен такой эффект. Значит, что это такое? Имеется в виду, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения, но при этом не способны осознать свою ошибку в силу низкого уровня своей квалификации. То есть у них низкий уровень следствием которой является неспособность критически отнестись к своим знаниям и умениям. И у них завышенные представления о собственных способностях, а тогда как действительно высоко квалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей и страдать недостаточной уверенностью. Более того, их высокая квалификация позволяет им, вернее, они воспринимают других людей и пытаются понять, как те воспринимают их, и также в их глазах занижают свою собственную оценку, отдавая возможность критического суждения и мышления тем, кто обладает низкой квалификацией. Но Даннинг и Крюгер сделали это не на пустом месте. Тут опять можно вспомнить высказывания Сократа «Я знаю, что я ничего не знаю». А также, например, Чарльза Дарвина, который говорил «Невежество чаще рождает уверенность, нежели знания». Ну и Бертран Рассел. Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывают уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-нибудь воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности. Даннинг и Крюгер поступили как настоящие ученые, они просто обнаружили этот эффект и провели серию экспериментов с участием своих же студентов, слушателей курсов по психологии в Корнельском университете. А после этого описали, создали эту теорию, опубликовали ее в научном журнале за 99-й год. И результат, как бы награда последовала, потому что в следующем году они получили премию, но она, наверное, многие знают, что это такое. Это не Нобелевская премия, а Шнобелевская, которая присуждается за самые странные, необычные научные изыскания. И вот они, собственно, именно ее и получили. Можно эффект Даннинга-Крюгера не просто так описать на словах, а графически его изобразить. Я вам принес такой график. И здесь хорошо видно, что у нас с растущими знаниями и опытом у нас, в общем-то, в целом растет уверенность, но таким характерным образом, потому что у нас она сначала с получением небольшого количества знаний и опыта она возрастает до небес, у нас возникает то, что здесь называется пиком глупости, а потом с появлением другого, более сложного опыта у нас происходит резкий спад, и мы попадаем в долину отчаяния. И только лишь с последующим очень долгим и трудным путем получения новых знаний и движения по этому пути у нас возникает склон просветления, а потом плато стабильности. Здесь нам, в общем-то, обещают, что потом, потом когда-нибудь мы выйдем, превзойдем пик глупости. Но я вот на это все смотрю и думаю, что я вот в самой низкой точке или чуть-чуть, чуть-чуть вот сюда вот только начал движение, да, все еще никак-никак. Вот. Но, тем не менее, эффект описан, и его можно наблюдать в самых разных областях человеческого знания, даже среди профессиональных ученых. Вот. Но пример, который я вам хочу сейчас привести, он довольно интересный, что он касается вот такой женщины, ее зовут Флоренс Фостер Дженкинс, это певица, пианистка и вообще хороший человек. Ну, вы видите, что она жила вот в первой половине, творческая биография развивалась в первой половине XX века. Вообще говоря, у нее было полное отсутствие музыкального слуха, чувства, ритма и певческого таланта. Но она была совершенно уверена, что талантлива и гениальна. Поэтому с помощью своего мужа, который был одновременно импресарио, она достигла необычайных высот, потому что вот как-то так все было сделано, что она очень часто выступала и даже публике нравилось. У нее был очень такой характерный образ, который назывался «Ангел вдохновения». Он выглядел вот таким образом платье, такое шелковое платье с блесками и чуть ли не она не сама сделала картонные крылья, привязывались они за спиной, она выглядела таким ангелом вдохновения. Значит, так все было построено, что очень часто были ну, как бы, куплены хвалебные статьи в газетах от музыкальных критиков или как-то вот, значит, с помощью каких-то там отношений все-таки кого-то просили как-то благосклонно к ней отнестись, что, в общем, успешность ее росла и ее стали упрашивать выступить на самой престижной сцене Нью-Йорка в Карнеги-Холл. Она отказывалась, отказывалась, а потом согласилась, и так все было опять-таки построено, что билеты были полностью раскуплены, хотя были довольно дороги по тем временам. Вот, известно, что через месяц после своего триумфа, вот как к этому относиться, непонятно, был ли триумф, потому что, в общем, зал был забит, да, но через месяц после этого она умерла, и есть две гипотезы на этот счет, что она умерла от многочисленных насмешанных отзывов, критиков, потому что просто не справилась психологически с тем, что произошло, вот, но это лишь одно из предположений, другие, как бы, свидетельства говорят о том, что она умерла счастливым человеком, и как-то так и осталось в убеждении, что она бесконечно талантливая и самая любимая американским народом певица, вот, в 2016 году вышел фильм, который так и назывался «Флоренс Фостер Дженкинс», и там сыграла потрясающая и знаменитая Мэрил Стрип, она сыграла саму певицу, а ее мужа импресарио сыграл Хью Грант, вот, и фильм замечательный, кто не видел, посмотрите, но на самом деле к людям, хоть сколько-нибудь переживающим по поводу своего собственного эффекта Даннинга-Крюгера, смотреть это очень тяжело, просто психологически тяжело. Я вам покажу небольшой фрагмент, где настоящий голос самой Дженкинс вы услышите, а потом отрывок из фильма 2016 года, где она исполняет просто знаменитейшую арию «Царицы ночи» из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Это для женского вокала это, ну, самая, наверное, знаменитая партия и одна из самых трудных. Ну, все-таки, наверное, не самая, но, значит, певица, которая умеет, это знак качества. Ну, вот, посмотрите, как это представлено в фильме. «Волшебная флейта» «Арию» «Волшебная флейта» «Арию» «Арию» «Волшебная флейта» «Волшебная флейта» Что касается прозвучавшего термина когнитивных искажений, то их бывает довольно много, не только упомянутый эффект Даннинга-Крюгера. Ну и знаете, вот такая интересная история, что в советской психологии, которая как-то интересовалась этой темой, происходили очень интересные такие события, я вкратце упомяну несколько. Ну, во-первых, все это восходит у нас в России к одной из статей академика Павлова, который еще в 1924 году рассказал о некоторых экспериментах со своими больными или испытуемыми. Ну, например, он рассказал о женщине, которая, когда ей показывают красный цвет и говорят, что это не красный цвет, а зеленый, она соглашается и заявляет, что всмотревшись внимательно, она действительно убедилась, что это не красный, а зеленый цвет. И Павлов из этого делает, кстати, очень ненаучные такие выводы, он как-то говорит, я должен высказать свой печальный взгляд на русского человека, он говорит, вот она русофобия. «Русский человек имеет такую слабую мозговую систему, что он не способен воспринимать действительность как таковую, для него существуют только слова, его условные рефлексы координированы не с действительностью, а со словами». Ну, может быть, Павлов и русофоб, может быть, антинаучен и неправ, но если мы внимательно посмотрим на то, что сегодня происходит вокруг нашего отечественного телевизора, то это чуть ли еще не страшнее. Так вот, следствием этой статьи Павлова и других его исследований было такое направление советской психологии, оно было и в рамках науки, и в рамках научно-популярного представления этих идей. Значит, в 70-е годы было снято несколько фильмов, где были проведены эксперименты со студентами, школьниками и с детьми детского сада, где им предлагались, ну, задавали им какие-то вопросы и, ну, следили за их реакцией. Ну, давайте я вот просто даже без долгих слов покажу два из этих эксперимента. Значит, на одном из них, вот тут более взрослые люди, ну, по-видимому, студенты, значит, просто им показывают фотографию одного и того же человека, но, ну, как бы сначала вызывают одного, показывают и просят, значит, описать, дать некоторую характеристику, что вы видите на этой фотографии. А второй при этом не слышит, что при этом происходит, и а зал сидит, вот как у вас здесь, да, там какой-то научный, этот политехнический музей, и они смотрят и смеются, потому что это всё действительно необычно выглядит. Приглашают второго, он не знал, что происходило с первым, и ему рассказывают об этом человеке на фотографии совершенно другое, да, и вот что при этом происходит, посмотрите. Да, вот он этот человек, да, сразу мы его видим. Пригласите, пожалуйста, первого испытуемого. Подойдите сюда. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень опасного преступника. Ваша задача заключается в том, чтобы вы, глядя на эту фотографию, дали психологическую характеристику этому человеку. Пожалуйста. Мне кажется, что этот человек хитрый, замкнутый, скрытый такой. Так. А в чём проявляется его хитрость, лукавство? В черте лица какие-нибудь обнаруживают эту особенность его? В глаза, да, особенно во глазах говорят о нём, что он такой подлый, да. Следующий испытуемого, пожалуйста. Здесь встаньте. Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень большого учёного. Это очень мешаете нам. Ваша задача заключается в том, чтобы, глядя на эту фотографию, вы дали психологический портрет этого человека. Конечно, моё мнение чисто субъективное, и, в принципе, по фотографии довольно трудно сказать что-либо. Но в данном случае можно сказать, что этот человек довольно умный. У него пристальный взгляд. Взгляд пронизывающий. Буквально прямо как рентгеновские лучи. Человек, очевидно, всё-таки очень деятельный, и в то же время мягкий, добродушный. В общем-то, на него можно положиться. Ну и вообще, очевидно, это всё-таки хороший человек. Спасибо большое. Теперь эксперименты с детьми дошкольного возраста. Они могут выглядеть довольно жестокими, но не пугайтесь. Ничего страшного там на самом деле не было. Хотя я бы вот не рискнул, да, что-то такое делать. Итак, значит, вот дети, да, вот, ну, наверное, в том самом детском саду за столиками, где они там завтракают, обедают, они сидят так в кружочек. Перед ними на столе стоит круглая тарелка с кашей. Каша сладкая, вкусная, хорошая, как они обычно и едят. Вот, в середину этой тарелки насыпана соль. Ну, она, не видно, что она там есть, ну, растворилась, да, насыпали. И так, значит, дети сидят в кружок, и каждому из этих детей, я просто пересказываю, потому что вы не увидите этот фрагмент, и просто уже конечный результат. Каждому из детей дают кашу, ну, вот, на периферии этой тарелки, она сладкая. Их спрашивают, какая каша сладкая, а у тебя какая каша сладкая, а у тебя каша сладкая. И так, наверное, восемь человек говорят сладкая, и, наконец, это девочка, которой дают кашу из середины этой тарелки, да. Вот, и посмотрим, что она скажет. А другой там такого же типа эксперимент, проведенный уже со взрослыми людьми, но там уже, наверное, похитрее, потому что большинство из этих людей, они подставные. Там стоят две пирамидки, одна из них черная, другая белая. Вспомним Карла Поппера с его черными и белыми лебедями, да. Если у нас ученые увидели в Африке черных лебедей, это на самом деле еще ничего не значит. Это какой он, этот лебедь, это еще вопрос, да, твоего восприятия. Так вот, там стоят черные и белые пирамидки, и восемь человек говорят, обе белые. Это даже так характерно, студенты-психологи знают этот случай, они, это в мем превратилось, обе белые, обе белые, обе белые. И вот, наконец, пришло к испытуемому, и что он скажет, да, вот, давайте посмотрим. Внимание, каша соленая. Алена попробует кашу и скажет нам, какая каша. Попробуй, как следует кашу, как следует. Нравится каша? Сладкая каша? Хочешь еще каши? Почему? М? Потому что соленая. А что, зачем же ты сказала, что она сладкая? Посмотрите, какого цвета пирамидки. Ваше мнение? Обе белые. 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 Конечно, обе белые. Белые. Обе белые? Да. А если серьезно? Обе белые. Убеждены? Я убежден. Спасибо большое. Но потом еще полфильма его пытаются расспросить и выяснить, почему он так сказал, а он все еще, будучи таким растерянным, как-то пытается проанализировать свои собственные действия. Итак, мы с вами и про теорию познания поговорили, и про когнитивные искажения, и вроде бы мы знаем, что есть объективная научная истина, и можно ее достичь или опровергнуть, и подтвердить, и все такое. А в наши дни вдруг возникают новые термины, неожиданные, которые опять нам показывают, ну, а как, собственно, мы с нашим знанием соотносимся, да и чему верить-то, собственно. Этот термин, который звучит как постправда, возник он совсем недавно, но буквально два года назад, потому что он стал словом года по принципу, по такому рейтингу оксфордского словаря английского языка. И, значит, ему было дано определение, да, это такая общественная ситуация, когда апелляция к личным убеждениям людей и их эмоциям более действенна, чем ссылка на объективные факты. То есть наши эмоции и убеждения более важны, чем объективные факты. Их можно откинуть, отвергнуть, потому что просто, ну, как бы значение их не так невелико, как, собственно, убеждения. Обычно этот термин связан с такими ситуациями, когда существуют некоторые политические обвинения. Есть две стороны, одна другую в чем-то обвиняет, оправдывается, ну, и, скажем, и та, и другая сторона может употребить некий уничижительный термин, который, как бы, скажет то, что вы все врете, они скажут, да, ну, употребят более какой-то такой серьезный термин. Ну, например, Трамп очень любит слово фейк-ньюс, да, он противную ему либеральную прессу презирает и говорит, что все, что у вас есть, это фейк-ньюс, фейковые новости, да. Вот, значит, ну, все-таки вот этот термин обычно возникает тогда, когда две стороны и, скажем, одна оправдывается, а другая требует некоторой объективности, требует некоторой проверки научной или каких-то, с помощью каких-то фактов, вот, чтобы удостовериться, что произошло. Вот, ну, а та все-таки возражает, и, понимаете, как бы, для нее этой стороны, которая будет в сторону эмоций и убеждений смотреть, она будет, говорит, что любой факт, который, то есть любой факт, который интерпретируется вами в той системе ценностей, которая уже без того хорошо знакома и понятна, да, то есть вот, значит, в принципе, вот эта необходимость в таком термине возникает именно тогда, когда существует эта система убеждений, и из нее никоим образом невозможно выйти, да. Другая сторона действительно может попытаться создать некоторый такой способ объективного исследования, но она будет отвергнута. Я могу привести просто конкретные примеры, которые в нашей российской истории в последнее время разворачивались, и, соответственно, что, естественно, сказать невозможно. Значит, весной 2014 года российское руководство спрашивали, там, и оппозиционеры, и заграницы, там, журналисты какие спрашивали, есть ли ваши военные в Крыму? Они говорили, нет, какие, это какие-то люди в зеленом камуфляже, и, ну, мы здесь ни при чем, да. Вот, а потом вдруг, значит, факты один за другим стали это опровергать. То есть, например, люди, которые были там в зеленом камуфляже, они стали получать ордена за присоединение Крыма, да, и были высказывания, что наша армия совершила подвиг и сделала то, что она должна была сделать. Вот, то есть, понимаете, объективная истина, которая таковой представлялась в самых разных контекстах, она менялась в зависимости от политической обстановки и в зависимости от того, что выгодно говорить. Ну, допустим, в данном случае мы можем сказать, они врут, а мы сторонники объективной истины, и мы наставим на том, чтобы, ну, вы как бы, вы приведите свои высказывания в соответствии с теми фактами, которые произошли позже, раньше, или вот, которые мы вам, вот, предъявляем, да. Но все может быть гораздо сложнее, когда, в общем-то, на самом-то деле получается достичь того проникновения в объективную истину, в тот самый Кантианский Нумин невозможно, потому что он просто сопротивляется, до сих пор непонятно. Значит, на востоке Украины сбивают пассажирский Боинг. Нет, почему сбивают? Это сначала неизвестно. Он летел-летел, пассажирский рейс, а потом упал. Почему? Значит, ну, вроде бы неопровержимо, ясно, что его сбили. В результате чего? Что-то произошло, было какое-то внешнее воздействие, потому что на Земле лежат обломки, значит, нужно это как-то исследовать. И начинаются некоторые такие попытки создать якобы объективную истину, построенную на фактах, но, тем не менее, ясно, что она в рамках определенного, определенных убеждений. Это даже не пропаганда конкретная, а просто вот некоторая попытка в рамках этих убеждений остаться. Ну, например, сбили, но сбил украинский штурмовик, который, значит, выпустил какую-то ракету или очень близко пролетел. Потом выясняется, что штурмовик Су-27, не помню, он на такой высоте просто не летает, не способен из своих физических, из своих тактик и технических характеристик. Тогда выдвигаются другие какие-то возможные интерпретации того, что произошло, опять-таки, в рамках этих убеждений. Как бы нарастает ком этих интерпретаций, и все сложнее и сложнее, но объективно истинно недостижимо. Вплоть до того, что можно сказать, подождите, ну, вы нам говорите, что мы все врем, что мы придумываем разные интерпретации. Так у вас же постмодернизм, у вас самые разные взаимоисключающие возможности объяснений, а мы чем хуже. Если вы в искусстве так делаете, то нам почему нельзя? Правда, по-моему, до сих пор это не придумали сказать, но почему бы нет. Но и другая сторона, которая настаивает на объективности знания, которая может сказать, Но подождите, мы же знаем, что на востоке Украины присутствуют некоторые вооруженные люди, которые контролируются и управляются другими людьми, имеется в виду российское руководство, и в соответствии с этим эти факты можно объяснить таким-то и таким-то образом. Но эти люди, даже не будем себя с ними отождествлять, они же тоже находятся в рамках некоторых либеральных убеждений по поводу того, что там произошло. И сложить воедино эти две правды или постправды невозможно. А независимое исследование голландского суда, или не помню точно, как их назвать, который попытался сложить все факты и доказать, что именно вот произошло, и такая-то была установка С-300, которая оттуда приехала и ее со спутника проследили, это все может быть отвергнуто как факты той или другой стороны, которая объяснит это так или иначе с точки зрения своих убеждений. И так, значит, этот эффект постправды в современном мире существует, набирает силу и мощь, и очень часто мы можем с этим столкнуться даже не в политическом противостоянии, а даже, знаете, ну, в семейных отношениях, когда там, знаете, буквально как в анекдоте, муж поздно вернулся домой, да, а жена его спрашивает, где ты был. И вот начинается та самая постправда, потому что она просто интерпретируется вот с точки зрения его убеждений, и противостоящих ее убеждениям. Анекдоты не буду рассказывать, я хочу теперь завершить это одним более-менее серьезным высказыванием и еще одним видеофрагментом, который нам черту подведет. Значит, во-первых, все эти гносиологические теории и трудности, проблемы, они имеют отношение и к моей непосредственной работе теоретической и практической, чем я занимаюсь со своими студентами, предлагая им определенный способ восприятия и интерпретации этих своих собственных впечатлений, которые я называю аноморфическим зрением или аноморфическим восприятием, а результатом этого процесса может быть то, что названо аноморфическим знанием. Имеется в виду, слово аноморфизм, значит, искажение, имеется в виду, что, в принципе, истинного знания вообще не существует, что мы не можем добраться ни до объективного научного, ни до вообще каких-то фактов, а все, чем мы располагаем, особенно в современной культуре, является не эпистемами, а доксами. Причем различными доксами, которые входят в конфликт с друг другом, никак не могут быть уложены в единое объективное научное знание, но, тем не менее, мы можем к ним подойти как к некоторому, не просто хаосу, а некоторому принципу современной культуры, который мы узнаем, познаем, и имея в виду, что у нас есть и ученые X, Y, Z, и еще у нас есть и баба Маня, и еще у нас есть сами мы по себе в дискуссионном кругу, которые рассматривают некоторые проблемы, высказывают некоторые соображения по этому поводу. Мы все это в целом складываем в некоторую композицию, где каждое отдельное докса или отдельное знание будет искажением по отношению к другой. Но в целом мы можем двигаться в этом направлении, и зная все-все-все, весь спектр этих представленных возможностей, мы узнаем о мире так много, как никто другой. И можем, в соответствии с этой культурой, прийти в такое состояние, когда мы наиболее близки к ней. Казалось бы, что нас ждут сплошные неудачи на этом пути, и, как правило, это происходит, но, в принципе, нам можно надеяться, что рано или поздно у нас что-нибудь получится. В результате этих экспериментов были неоднократно сделаны интереснейшие доклады, и там мои тексты можете почитать. И, кстати, каждая моя лекция является таким аноморфическим знанием, потому что я не настаивал ни на одном определенном принципе убеждений, пытался вам рассказать все, и в целом дам вам такую картину, которая наиболее приблизила нас к этой теме, как я и думаю. И вот два героя, которые являются героями фильма, отрывок я вам уже показал, они тоже на этом пути к некоторой истине. Они говорят, и нам когда-нибудь повезет, и будет и нам счастье, нужно только внимательно смотреть, как они говорят, в оба. И тогда что-нибудь получится. Поверить не могу. Мэри нас бортанула, копы забрали нашу заначку, тачка сломалась. Да, ну когда-нибудь нам повезет. Привет! Привет, ребята! Мы едем в национальный бикини-тур. Нам нужна пара парней, чтобы натирать нас маслом перед каждым конкурсом. Вам повезло. В той стороне, в трех милях, есть город. Там вы точно найдете пару ребят? Ладно. Спасибо. Пока. Ты понял, что натворил? Стойте! Постойте! Прошу извинить моего друга. Он туповат. Город вон в той стороне. Двум ребятам повезет. Будут кататься с девчонками пару месяцев. Да. Не волнуйся, нам тоже повезет. Можно только смотреть в оба. Да. Это все. Спасибо за ваше внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ До свидания. До встречи. Продолжение следует...